Добрый день! Сегодня у нас очередная встреча экспертно-аналитического клуба. И прежде чем мы начнем, в связи с сегодняшними событиями, я бы хотел заявить следующее. Сегодня мы узнали, что белорусский офис пресс-клуба находится в процессе ликвидации, но мы, команда пресс-клуба, продолжаем работать и остаемся верными нашей миссии, а именно поддерживать журналистское сообщество, помогать ему развиваться и выступать площадкой для диалога между различными акторами. И сегодняшняя наша тема – это репрессии против белорусского аналитического сообщества и будущее этого аналитического сообщества в связи с событиями, которые происходят прямо сейчас. А наши сегодняшние спикеры – это Андрей Казакевич, доктор политологии, директор Института политичная сфера, исполнительный директор Белорусской ассоциации исследовательских центров. Андрей, добрый день! Это Наталья Рябова, директор СИМПа Бипарт. Наталья, здравствуйте! Добрый, добрый день! Это Рыгора Стопеня, директор Четом Хаус Белорус Инишитив, директор по исследованиям Центра новых идей. Рыгор, провитание! Катерина Барнукова, PHD экономики, академический директор БИРОК. Катерина, добрый день! Добрый вечер! Клуб директоров просто! Напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, живой перевод на английский язык. И если вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите соответствующую звуковую дорожку. Ну и вообще, рекомендую вам выбрать дорожку либо Russian, либо English в настройках Zoom. Если вы выберете звуковую дорожку русская, то вы будете слушать нас на белорусском и русском языках. Если вы выберете английскую звуковую дорожку, вы будете постоянно слышать нас на английском языке. Формат встречи нашего клуба, как обычно, у нас приблизительно час на выступление спикеров, приблизительно час на дискуссию. В дискуссии могут принимать участие все участники встречи, так что, если вы хотите что-то сказать, хотите задать какой-то вопрос, хотите высказаться, либо пишите в чат, либо включайте микрофон, включайте камеру и говорите голосом. Также напоминаю, что мы ведем видеозапись в дискуссию. Напоминаю также про правила Chatham House Rule, которые у нас применяются по предварительному уведомлению. Соответственно, если вы хотите сказать что-то не под запись и что нельзя цитировать другим участникам дискуссии с вашим именем, пожалуйста, предупредите нас перед такой фразой. Мы такую фразу из записи вырежем, а другие участники клуба будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать нельзя. И передаю слово своему самодератору Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Антон. Действительно, сегодня у нас день клуб директоров, я бы даже сказал, клуб директоров ликвидированных учреждений. Вот новости о ликвидации пресс-клуба и о ликвидации симка приходят. Директора либо ликвидированных учреждений, либо директора учреждений за границей, потому что ВИС не ликвидируешь. И Беларусь на фокус-поинт тоже не ликвидируешь. Это, возможно, даст лейтмотив нашему сегодняшнему обсуждению, потому что, условно, те репрессии, с которыми сталкивается экспертное сообщество, они являются неотъемлемой, на мой взгляд, частью тех репрессий, с которыми в целом сталкивается гражданское общество Беларуси. Вот тут не первые и не последние, но, конечно, со своей спецификой, которую сегодня и обсудим. И действительно, наверное, нельзя было выбрать никакую другую тему передного экспертно-аналитического клуба, когда в заключении находятся наши коллеги, Валерия Костюгова, которую неоднократно все гости экспертно-аналитического клуба здесь видели, которые, к сожалению, не могут сегодня вместе со мной эту дискуссию модерировать, потому что находятся в сезоне Владарского. И также задержание Татьяны Кузиной из Симпа. Ну и, очевидно, что задержание из многих других людей, но вот, наверное, из аналитического сообщества, я считаю, как именно он именно о них. И, наверное, первый вопрос, с которого хотелось бы начать, насколько мы сами, как экспертное сообщество, оказались к этому готовы. Потому что, в принципе, наверное, сложно сказать, что репрессии последнего года в целом для аналитиков стали сюрпризом. Я помню, что еще и перед выборами, и здесь, на экспертных клубах, мы, в общем, это обсуждали. И в целом разные были прогнозы, в том числе и такие негативные. Ну, насколько все произошедшее было для нас ожидаемым, и, собственно, как мы с этим справляемся, что экспертные... Так, ну, мы можем справляемся, у Вадима, видимо, что-то с интернетом. Ну, и поэтому, наверное, давайте я пока что продолжу. Давайте тогда мы начнем с нашего первого вопроса. Первый вопрос, который у нас был заявлен, это... Это, это, это... Одну секунду. Насколько были готовы? Да, насколько мы были готовы, как экспертное сообщество, вообще, к вот такому развитию ситуации. И давайте пойдем тогда по порядку, как у нас заявлены дискутанты, и начнем мы с Андрея Казакевича. Андрей, пожалуйста. Ну, я бы сказал, что экспертное сообщество было в средней степени готовности. Ну, достаточно многие организации, эксперты, вообще-то понимали, к чему дело идет. Но, наверное, надеялись, что это не примет такие масштабы. И не будут, не коснется, скажем так, тех организаций, которые, в общем-то, совсем недавно имели, ну, хорошее даже, можно сказать, да, отношение с отдельными министерствами, в целом государственными органами. Были организации, которые, в общем-то, в таком, ну, не зарегистрированном, скажем, да, в Беларуси формате существовали, на самом, там, момента своего основания. Многие, в общем-то, имеют какую-то инфраструктуру за пределами, то есть, например, на филиацию с иностранным университетом, либо регистрацию вовне. Ну, и получается, что, наверное, самый такой, ну, вот серьезный удар несут как раз-таки те организации, которые по разным причинам придерживались стратегии присутствия в Беларуси, игры по правилам, которые восстанавливают власти, опять же, там, уплата всех налогов в белорусский бюджет и так далее, и тому подобное. Ну, и здесь, конечно, можно было много чего говорить, вот, скажем, там, три месяца, четыре месяца тому, но в полной мере, конечно, подготовиться к такому было невозможно, да, так как, в общем-то, ну, тут сложно найти какие-то механизмы, особенно если вот в развитии инфраструктуры внутри Беларуси было инвестировано достаточно много и просто энергии, и была большая работа, там, скажем, по нетворкингу и так далее. Вот, поэтому, так или иначе, конечно, в ближайшее время можно будет ждать переформатирования экспертного поля и поиска, ну, каких-то новых моделей деятельности организации уже при тех условиях, когда публичная, по крайней мере, открытая деятельность внутри Беларуси, ну, будет сильно ограничена. Ну, и, скорее всего, наверное, основной моделью станет что-то такое, как бы, смешанное, да, с каким-то присутствием внутри Беларуси, но с публичной репрезентацией за пределами, так как, в общем-то, только такая модель может быть как-то устойчивой вот в текущей ситуации, ну, по крайней мере, если ситуация и политика властей в отношении гражданского общества не изменится в ближайшее время. Спасибо, Андрей. У меня, видимо, хорошо проливалась связь, видимо, репрессии коснулись даже модераторства в Zoom, что, конечно, сегодня у нас символично. Андрей, может быть, мог что-то добавить насчет того, что уже делают организации, насколько эти шаги, которые есть сейчас, насколько они реально помогут ситуации справиться, и, может, в этом тоже есть какие-то вызовы, именно в том, как сейчас, кстати, на сообщество начинает реагировать, ну, или пытается реагировать. А еще раз можешь уточнить вопрос? Ну, смотри, мы сейчас говорили про то, что, да, ты согласен с тобой, что сложно было подготовиться, но вот сейчас все уже начало происходить, и все же организации начали как-то реагировать. Вот, на твой взгляд, те реакции, которые сейчас есть, насколько они помогут решить проблему, или, наоборот, с этими реакциями есть какую-то дополнительную угрозу, как ты видишь? Со сколько мы, хотя бы, постфактум начали справляться? Да, ну, да, но сейчас реакции, они только первые, да, и тут я, ну, несложно как-то оценивать, потому что основной, ну, скажем, успех либо неуспех переформатирования будет зависеть от того, можно ли будет выстроить какую-то инфраструктуру за пределами Беларуси. Ну, то есть, не знаю, там, Киев, Варшава, Визус, там, еще где-то, вот. И это требует будет какие-то инвестиции, да, каких-то вложений. И то, насколько, скажем, организации смогут эти инвестиции обеспечить, ну, и будет обеспечен успех. Насколько это сейчас возможно, да, я думаю, что еще даже рано говорить, да, потому что, в общем-то, сам процесс только начался. Но, опять же, организации в целом очень в разных условиях, что касательно всего этого, потому что, как я уже сказал, некоторые имели, в общем-то, и до этого, какие-то площадки, какую-то инфраструктуру, которую они могли использовать за пределами. Те, конечно, которые вообще полно ничего не имели, но столкнулся с каким-то проблемами, ну, как минимум, проблемами, связанные со временем, которые будут необходимы для вот такого перехода в новую модель, то есть, да, то есть, какую-то, какую-то релокацию. Но при этом, надо же сказать, что, в общем-то, вот эта диссинционная модель работы, она как раз в такие последние годы была очень хорошо отработана, опять же, во взаимодействии многих сообществ, в том числе и экспертно-сообщества. Это было прежде всего с ковидом и с тем, как изменились возможности, скажем, вот, очных встреч. Вот, поэтому, наверное, вот этот момент, непосредственно не связанный, да, с политической страной в Беларуси сможет обеспечить более простой переход вот к новой модели взаимодействия для большинства акцентра. Ну, да, действительно, ковид-ноут, конечно, актуально. Спасибо, Андрей. Надо двигаться дальше. Рябов представляет организацию, которая как раз очень наглядно сцетнулась со всеми проблемами этого периода. Мы уже вспоминали, да, Татьяну Кузину за решеткой прямо сейчас. Прямо сегодня их им поликвидируют. Я знаю, и другие проблемы тоже у вас были. Расскажи, насколько, считаешь, насколько вы вообще были готовы к такому развитию событий и как удается с этим справляться? Во-первых, я хотела бы подчеркнуть еще раз, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот ковид прошлого года, он, конечно, сильно поспособствовал тому, что мы перестроили вообще всю нашу работу, стали работать удаленно и с первыми волнами репрессии. Также некоторые наши люди уехали, поэтому мы вот довольно давно работаем в смешанном, в точно-залочном формате, который сейчас, соответственно, становится просто уже заложен. были ли готовы, ну, логично было предполагать, что к этому все идет, тут какого-то, ну, все равно неприятно было узнать об этом, конечно, сегодня. Но гораздо меньше психологически. Я была готова к аресту Татьяны Кузиной, нежели вот к сегодняшнему известному репедации организации. Как удается с этим справляться? Ну, вопрос организационный, психологический или какой-нибудь? Слушай, ну, я думаю, все вместе, потому что тебе тоже важно оценить такие угрозы, потому что вот в новостях мы видим, ну, достаточно такой быть формальной новости, там, о ликвидации какого-то юрлица. Ну, и, возможно, ликвидация юрлица для кого-то, не знаю, главная проблема с тем, что печать надо будет переделывать, а для кого-то, может быть, наоборот, главная проблема, проблема действительно психологическая, как вообще в такой атмосфере всего нормального работы, делать какую-то беспристрастную аналитику. Проблемы, наверное, могут быть разные. Мне кажется, тоже хорошо понять, с какими проблемами мы сегодня сталкиваемся, ну, и, соответственно, какая помощь, может быть, в будущем будет нужна спешным организациям. Ну, мне юрлицо как таковое, в общем-то, особо не жалко. Ликвидируют и пускай себе ликвидируются. Другое дело, что эта процедура, она, не знаю, каким именно образом они собираются всех ликвидировать быстро и без проверок или как бы нормальным, долгим, там, годовым процессом, где нужно, там, включая взаимодействие с госорганами осуществлять, а, получается, это особо некому, соответственно, в Беларуси. Как это технически будет проходить, пока большой вопрос. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что была поставлена задача, как бы зачистить, процедить, поредить, оставить полезных, убрать ненужных, и кто-то может о выполнении поставленной задачи отчитаться. Что касается, там, помощи, возможно, и проблем, не такая большая проблема собрать команду онлайн, проблема, да, в инфраструктуре, в том, что это другие схемы работы, что нужно каким-то другим образом выстраивать, понимая ограниченность своего присутствия в Беларуси. психологически это тяжело, но поскольку это, как бы, не первый удар, не первая плохая новость, то, в общем, уже какой-то порог чувствительности, порог толстокожести уже, конечно, создан. Это неприятно, но какой-то великой трагедии в этом нет. Даже более того, это в некотором смысле более честно, это как бы приводит к формальности и бюрократию в соответствии с жизнью, и срывает маски. Это в целом не так уж плохо. Ну, да, такая специфическая белорусская частность, когда и не жизнь привлека к закону, а закон к жизни, ну, в принципе, да, как правильно и говоришь, действительно. В общем, то, чего и стоило ожидать, то, чтобы все развивалось. Наверное, если говорить о такой онлайн-медовинной инфраструктуре, то здесь я рад, что сегодня с нами Рыгор, потому что ты же Рыгор аккурат представляешь, как же таки досвид белорусского аналитика, який, с одного боку, уже, ну, кольки, але, в принципе, шмат год працуешь не за Беларуси, а не за Беларуси, але разом с тым не окупляешь некой субетизм взрывчайстостью и не претворяешь такую контрпропаганду. Ну, хотел запытаться у тебя, на кольки ты был до всего готовый, ну, и в уголе, я кричу, может, я некий корыслы досвидовский может делиться, а может, наоборот, башешь некие проблемы, яки я сам не пережил до конца. Рыгор? Да, дякую великий Вадим, добрый вечер усім, я сподзюся, что меня чувать, обучаюсь за яка своего интернету. Я думаю, что некий формат репрессии, он, конечно, был вельми шаканый, просто не до конца уявляли себе, як он будет выглядеть. Безумовно было вельми складано с собой увидеть, что те артыкулы, которые были выставлены обвинувачивания до Татьяны Кузиной и Валерии Костяковой, что она на самом деле справедливая, что это максимум, так? Я бы хоть думал, что это будут некие больше, ну, такие лайтовые артыкулы. Безумовно криминальные, але при нам все не вось такие, какие я нацепириоз. Бо по факту это тыж сам артыкул, який выставляется обвинувачивание Максиму Знаку Марии Калесниковой, притым, что натурально, что ни Татьяна, ни Валерия не адыгрывали той роли, яку адыгрывала Мария Калесникова. Тому, отповедно, это крыхло безумовно издевляет, издевляет, ну, то уж капотностно издевляет, да, что вы нам уже издевляется, думаю, что все ж таки мы уже данным-данным прошли днеки в роли там своего издевлення. Что так само, я бы не покоить, это повальный процесс, да, что он абсолютно неконтролируемый, что он идти просто списочным форматом, и отповедно, когда ты просто в списках, то, чтобы досудить складанное неким чином прогнозовать, як на рейму же развиваться ситуация, или вот такие решения могут приниматься в дочине великой кости организации, просто там, литерально там за пару днём. Тому это такие речи, которые так само клапотят. Что важно, я думаю, разумеется, одно, что дочинение репрессии, дочинение доследующих институтов, что на самом речи нас не репрессуют, як самих доследующих, нас репрессуют, як частку нечего агульного. Тобак это там некие там политичные боротьбы, это боротьба супрасть там грамадских организаций, боротьба супрасть заходу, там розные виды боротьбы, а мы в этом некем треке знаходимся, и так само нам достояться. Тобак это в принципе какая-то там добрая, и дредная, наверное, что мы так само повинны усведомлять, что это не зусим по нашу душу пришли. Мы сейчас к некой агульной ситуации. Коли сказать про то, что будет далее, кем членам будет соцдарганизация, мне подается, что то, что это теперь, про что все говорят, это релокейт, великих частных организаций, это то, что уже отбылось с многими людьми, это безумовно там переход до неких там пошку новых организационных формул, бо теперь по факту уж махтодз является просто немая там некая юридичная особа, ему все это все заново робить, и, как Наталья сказала, еще не зразумела, кем членам это ликвидация внутри будет ликвидация, так само может быть некий долгий процесс, но все эти речи на самом речи не займают весьма часу, и это вельми турбую в этом сенсе, что по факту для системы это займает там день, да, но для громадских организаций, которые позволяют на регистрации, это переорганизация на зоменеке больше долгий час, и, соответственно, после этого мы будем заховывать свою выдайность к организации, кем повинны нечто публиковать про нечто нечто пропоновывать, про нечто сказать, это является выкликом, я думаю, что это переодолбаемая речь, и мы в принципе достаточно разговариваем с иншими аналитичными организациями про наши спольные планы, и в принципе про это будем сказать, я думаю, что про месяц, и это будет больше публичных дома, но в принципе в любом разе это некий выклик, который просто вымагает час, не кажучи уже про еще раз можем покрыть про наших коллег, которые просто находятся за кратко. Дякую, ревор, так, про выкликлик сейчас вот это правда и слышно, наверное, тогда будем двигаться дальше, Катерина Бурнакова, вопрос, в общем, тот же самый, насколько к этому были готовы, как, наверное, уже отметили, отметил Андрей, даже те организации, которые, казалось бы, имели опыт вполне несловольных отношений министерствами, кажется, к городу это, в общем, тоже как раз и относится, и что делаем теперь для того, чтобы жить и адаптироваться в новых условиях. Да, спасибо, Вадим. Мы вроде как были готовы в том плане, что мы вам даже с ликвидацией успели сами быстрее, чем нас начали ликвидировать, но мы все равно не были готовы к задержаниям наших коллег, пусть даже из других институтов, но это стало шоком, мы все равно не были готовы к таким масштабным вещам, которые происходят последние две недели морально, и несмотря на то, что действительно и пандемия помогла во многом, и вот мы сейчас с вами не думаем, да, как нам встретиться, просто запустили Zoom и общаемся, и также с нашими стейкхолдерами нам будет проще общаться, я не могу сказать, что мы прям вот на сто процентов готовы и будем продолжать работать так же, как мы работали два месяца назад, сейчас, наверное, надо будет массу вещей переосмыслить, передумать и понять, как мы работаем, для кого и как мы с этими людьми общаемся, потому что все, что даже все еще работало два месяца назад, когда мы могли общаться с теми же госами, например, через Тутбай, который они читали, да, сегодня это уже не работает, и, в общем, пока что я вижу массу вызовов, на которые ответы не совсем очевидны, да, но, опять же, пока мы все решаем, я думаю, первоочередные вопросы, это вопросы, собственно, безопасности и выживания, вот, вроде, как-то их решаем, спасибо. Да, спасибо, действительно, да, когда понимаешь, опять же, перегорг раздачатся, да, приоритеты вопроса безопасности, того, сколько людей оказалось, и нужно оказаться за решеткой, начинаешь, понимаешь, что, да, вопрос и верлиться сложно, но можно решить, на следующей ступеньке, действительно, и, кажется, очень правильное, как раз хорошо, спасибо за последний вопрос, касающийся взаимодействия с голосами, мы хорошо как раз переходим к второй теме, о том, как в нынешних условиях экспертам взаимодействовать с представителями различных политических субъектов, и, с одной стороны, здесь действительно дилемма общения с представителями государства, потому что, вроде как, они во многом те, кому эксперты часто адресуют свои policy papers, и, в то же время, есть вопросы, насколько практические возможности с ними общаться, ну, и вопросы, конечно, моральные, насколько, да, можно, условно, чиновникам, которые вчера посадили за решетку, насколько можно предлагать какие-нибудь рекомендации для, не знаю, обсуждать с МВД вопросом домашнего насилия, насколько с ними можно все дискуссии. Ну, и вторая сторона, это другие политические субъекты, как в внешних условиях работать с штабами противников Лукашенко разными, с одной стороны, вроде бы, есть это больше открытости, и, с другой стороны, вызов, чтобы не превратиться, не знаю, условно, просто часть политического движения, сохранить экспертов направленности. В каких-то на лишних условиях все это делать, и как здесь, значит, ни одну грань какую-то для себя не перейти, тоже, наверное, нет каких-то, конечно, готовых ответов, давайте, наверное, в том же порядке, в каком было, попробуем про это порассуждать. Андрей, какие у тебя мысли на этот счет, как со всеми взаимодействовать? Я думаю, что в индивидуальном порядке каждая организация должна решать эти вопросы. Я, по крайней мере, точно не готов формулировать какие-то рамки, скажем, морального характера, то есть можно сотрудничать или нет государственным органам. Тем более, государственные органы сами по себе очень разные, и по-разному, скажем так, участвуют в тех репрессиях, которые мы сейчас имеем. Можно ли работать с МВД, но опять же, там возникнет вопрос по какой линии, с чем, скажем, если там вопрос касается на, ну не знаю, каких-то вопросов прав заключенных, то есть можно контактировать или нет. Мне кажется, что в рамках конкретного проекта и конкретной организации должна решать этот вопрос, вести за это полную ответственность, рассоветовать что-то с другим людям, которые находятся просто в другом контексте, другому видят миссию своей организации, ну, как минимум, очень рискованно. Хотя, ну, понятно, хотелось бы, да, чтобы организации держались в каких-то рамках и уже как минимум с наиболее одиозными структурами не вступали в непосредственное взаимодействие. Опять же, скажу, что это здесь, в общем-то, какой-то единого подхода, какой-то единой рамки, мне кажется, не может быть и даже не должно быть. И, наверное, то же самое касается альтернативных политических сил, потому что опять же вопрос того, как организация видит свою миссию в белорусском обществе. для ряда организаций сообществ важно иметь какую-то нейтральность, сохранять нейтральную позицию. Понятно, что затрудничать очень тесно, но не 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 в любом случае, наверное, неправильно было бы всем экспертному сообществу однозначно политизироваться и становиться каким-то агентом или какой-то частью просто коалиции по политической деятельности. суть экспертного сообщества суть фингтенков как организации это с одной стороны конечно же продвижение каких-то идей подготовка вот этих полиси пейперов но с другой стороны очень важным является сохранение такой вот ну если не независимости то хотя бы автономию от политических субъектов и если эта автономия будет потеряна тогда просто ну эксперты экспертное сообщество в целом просто потеряют большую часть своей легитимности то есть то почему они являются какими-то особыми субъектами среди гражданского общества и в этом отношении кстати не соглашусь с Рекором Стопени который сказал что на экспертное сообщество наезжают не потому что они исследователи потому что они там часть какого-то там большого замысла там да каких-то больших структур наезжают все-таки из-за того что исследователи да стали в том числе и ну такими инфлюенсерами да то есть они которые влияют на общественное мнение а большая часть вот этого ресурса влияние она как раз связана с тем что ну люди обладают какими-то компетенциями по получению новой информации да про белорусское общество каким-то компетенциям по анализу того что происходит в Беларуси нового знания о реальности вот и собственно это тоже является объектом репрессирования для белорусских властей потому что они надеются что нет замене лояльными экспертами следователями там и так далее поэтому мне кажется в любом случае при взаимодействии с государством и взаимодействии с альтернативными политическими силами экспертам сообщества все-таки нужно выдержать какую-то дистанцию потому что собственно вот эта дистанция это основа отдельной такой вот экспертной или аналитической позиции в обществе в организационном пространстве спасибо Андрей действительно наверное для СИМПы это вопрос может быть актуальный еще для многих потому что если организация занимается например не знаю здоровьем птиц она может думать она будет заниматься птицами в месяц государства или максимально недель государства но СИМПа занимаясь вопросами реформы системы государственного управления в общем поневоле своей экспертной деятельности так или иначе касается государственной деятельности государственной службы чиновников в общем своей ежедневной практике захочется вы или нет представить реформу системы госуправления вообще никак не контактирующую с госуправлением сложно наверное вопрос в этой ситуации еще более сложно как в нынешней ситуации со всем этим контактировать как общаться или не общаться с чиновниками как давать или не давать свои рекомендации ну и это же самое касаемо Я поддержу позицию Андрея в том, что, конечно же, это с одной стороны стратегия адвокатирования или взаимодействия с другими политическими силами, которые определяются отдельно исследовательскими центрами, но в целом, если смотреть на миссию сингтеков, то да, она состоит в том, чтобы давать свой продукт обществу. Поэтому мы тоже придерживаемся такой позиции, мы все результаты наших исследований публикуем в открытом доступе, предоставляем их и теоретически им может пользоваться кто угодно. Человек согласный с нашими взглядами, несогласный, любящий нас, нелюбящий. Так мы и поступали, в принципе, точно так же мы и поступаем. У нас нет сейчас какого-то диалога с госслужащими, наверное, обе стороны не горят сейчас желанием общаться, предоставлять друг другу какую-то информацию, данные и так далее. Но, учитывая специфику нашего объекта, про который мы пишем, мы пишем про государство, конечно же, писать это в отрыве полностью от контакта с государством невозможно. Ну, точнее, это будет очень такое все теоретическое измышление. Поэтому, как оно дальше будет идти, ну, пока не знаю. То есть, пока что, да, мы пишем, можно сказать, без связи с нашими обычными контактами. Ну, да, это тот вызов, которым сложно. А что по поводу стабов, помимо держания дистанции и вообще такого, если что-то еще добавить, как думаешь, правильно взаимодействовать? Точно так же, чтобы мы могут пойти на сайт, соответственно, и почитать все эти рекомендации, которые мы предлагаем, и, соответственно, либо имплементировать свою повестку, либо не имплементировать. Вот мы организационно не являемся консультантами кого-либо из политических штабов. Спасибо. Хорошо, давайте, когда приходи дальше, Регор, ну, конечно, я могу даже прокомментирую вашу тут крыхозаводшую спрэшку за Андреем. Я думаю, что эти все-таки тиснут, все-таки тиснут на умыслями на литернах экспертов. И ты еще считаешь, что это не... Так же маркуешь, чтобы только частка огольных оттискал. Ну, и относительно этого, что нам работать, с кем, как коммуниковать, тем более, что, как мы все знаем, что сейчас команда Центра новых идей была так добра, в принципе, застает сейчас команда штаба Бабарики. Когда отказать на мою, так сказать, заводшину, она, по-моему, не заводшину, мы как бы обознаходимся тут разом, как бы, спрэшку за Андреем. Но я думаю, что все-таки, ну, мы на врате были некими инфлюенсерами, и заявляемся об прочих некоторых людей, которые, как Сергей Чалаки тут есть, как Артем Шрайман, я думаю, что все-таки мы, Тобак, заявляемся просто часткой больше, чего все больше, да, в грамадзянской супольности. И, в принципе, я не вспомню, что это нечем, там, дрэннать легче гор, чтобы мы просто служим какой-то конкретной, там, больше широкой мэти, и мы в этом некем больше широким контексте находимся. Когда сказать про то, як ким шинам супрацовничать, я думаю, что это про то, что, в принципе, ты раскрыл некие карты, там, что частка людей с Центра Новых Идей так сама выходят у штаба Барыки, цит по парту и разуме, как она теперь называется, мы не займаем организационные позиции, я мушу это еще раз подкреслить, Центр Новых Идей не заявляет санэтичным центром штаба Барыки и цит партии и разума. Але это у нас присутничая, и мы это, в принципе, не так уж и хаваем, и я думаю, что некий ступень политизации, ну, она стоит перед многим из организаций. И тут посты, я говорю, пытание, там, не только, да, что там, политизовываемся мы, ця не политизовываемся, але пытание, кое у нас, ця рот у нас есть, это, что мы можем зарабить, как та ситуация, яка теперь есть в Украине, як могла хоть чай скончилась. И, отповедно, с гэтага мы павинны сахоцить при нашей праце с тыми циньшими политичными субъектами. То, бак ОМОНа каже, что, коли б центр новых идей ведал, что, коли мы политизуемся, и мы целиком, и там, мы там что-то сделаем, и скажем, что мы там потребляем... Выпал. Да, видать, выпал Рыгор. Рыгор, круговыкал, мне не доведали, что, что Рыгор сделал, когда бедал, что его на политизация евро-украина. А ля павда нечто такое радикальное, что зум пакули не вытрябал? А, в этот, калей пакой Рывора немало, мы будем врухаться далей, а потом, як Рыворд нас знал подлучиться, мы все это сэкономим все. А, ты уже тут. Супер. Подады дядь, если своими секретами, что ж вы такое зарабили б тебе? Так. Не, ну, то, бак, калей б мы ведал, что гэта принесе конкретную корысть, мы бы гэта зарабили. То, бак, пытанию тем, что я не думаю, что есть великая корысть от того, что аналитичные центры завтра обвесят, что они там политизуются, и что они будут спрацвать с какими-то объектами, и что они, вот, для их гэта истотная частка их не праца. Тобак, калей б гэта саправды было корыстно, я думаю, гэта тряло было бы зарабить. Пакой, что я не бачу гэта великой корысти, я не думаю, что гэта вось необходно робиться аналитичным центрам. Мы безумовно павинны касаць пра некие наши каштовности, кем исповедаем, гэта дэмократы, гэта вольный рынок, гэта справедливость. Гэта все безумовно речи, пра каторым мы павинны казаць, як аналитичные центры. Але при этом, калей нема патрэба някой политизации, гэта не вымагает. И ситуация одна, то нам гэта гэта и рабиці не трэба. Калей ж казаць про супрацсоцинца с дзержавой, то я думаю, что, ну, як бы нават, ну, сабе вельми складанны гэта вывить цепер. Ну, и, в принципе, калей уразмеркованны ролями, ну, як бы, вернутся назад нелепо. И спробовать это зарабить, я думаю, просто бессансовно. Тобак мы павинны жыць ўжо той реальнице, в которой мы живем. То есть той, што працавала ранее, она уже башь не працуя, и шмат хто как бы хто хотел, как бы выглядала инакш, ну, ўжо это выглядать инакш не будь. И таму, отповедно, з возгэта новой реальнице, трэба и ссыходзіць при врашэне того, яким шынам супрацсоцинчаць із органамі дзержавы, альбо дзейныю лады, дэклайне кажучи, альбо политичными субектами, які супрацстояць керуючай сістэмі. Так, дякую, гору, и тэдэ, вповедна, Катерина, наскільки дырок, если бы ощущал, что участие дырок в активной префлюцій и поможем дзяму революции, этим бы занимался, но это скорее шуточний вопрос, но если серьёзный, то да, про отношения дальнейшие, не знаю, вот мы уже упоминали, что Андрей, по-моему, говорил, что есть разные кусорганы, больше замешаны в репрессе, а потому что совсем не замешан, насколько вы считаете, что взаимодействую, условно, у вас на базу инфидируют, Минюст, это одно, а МВД другое, а Минэкономики, Назбанк, Азритики, их не очень отлично. Насколько вы сейчас готовы в такой ситуации взаимодействовать? Ну и, опять же, как всегда, тоже касается других штабов, других центров политического силы. Да, мы действительно много взаимодействовали с Минэкономикой и с Назбанком до августа прошлого года и, в общем, считали, что это наш большой плюс, что мы, как это по-русски, имеем ухо этих стейкхолдеров, да, и можем с ними напрямую взаимодействовать. После августа мы, в общем-то, сами поняли, что, наверное, такое прямое совсем уж взаимодействие неуместно, скажем так, да, и что мы не можем этого делать так напрямую, как мы это делали раньше. Но, конечно, мы знали, что наши статьи продолжают читать, на наши ивенты продолжали приходить, хотя мы не слали, больше таких таргетированных, знаете, как бумажных приглашений факсом, что уважаемый министр такой-то, мы проводим такой-то семинар и приходите к нам, да, мы это перестали делать. Но люди приходили, потому что, в общем-то, у нас давно наработанные связи и был какой-то имидж и понятно, что по мере нарастания репрессий расстояние, оно тоже росло, да, то есть, если сначала сохранялись какие-то неформальные контакты, постепенно их стало все меньше и меньше, люди стали приходить меньше на наши ивенты, хотя продолжали приходить. И я думаю, что вот эти новости про обыски, про ликвидацию и так далее, они станут просто для и многих госчиновников и в том числе у нас одна из целевых наших аудиторий это академики, которые, ну, академики в том плане, что это люди, которые работают в системе высшего образования, которые делают там исследования в Беларуси, это тоже все люди, государевы, да, так в большей части. Для них это, конечно, сигнал такой, что, ну, если раньше они еще могли там как бы себе сказать, ну, Берак это что-то нейтральное, да, сейчас они будут воспринимать Берак исключительно как оппозиционную организацию и, соответственно, себя вести, то есть меньше участвовать в наших инициативах и так далее, вот, я думаю, что это один из серьезных рисков для многих наших активностей, например, для нашей аспирантской школы, в которой мы набираем опять же аспирантов, раньше мы это делали совместно с БГУ, да, ну, вот сегодня вряд ли у нас получится это делать, так же эффективно, как и раньше. По поводу штабов, ну, я не думаю, что то, что, в общем-то, произошло последние несколько месяцев, как-то повлияет на наши взаимоотношения со штабами, мы как были готовы предоставлять свою экспертизу всем, так и продолжаем быть готовы, да, к каким-то прямым, более тесным взаимодействиям мы не готовы, потому что мы хотим оставаться независимым исследовательским центром, и, ну, скажем так, вот сегодня, да, когда там Регор говорит, что, несмотря на то, что они там все в штабе, центр независимый, ему доверия тут чуть-чуть меньше, чем когда то же самое говорит Наталья, вот, поэтому я считаю, что, ну, достаточно важно оставаться на каком-то расстоянии, кстати, вот, ну, релокация для многих в этом плане вызов, потому что, если ты, не дай бог, релокируешься в Варшаву или Вильнюс, очень тяжело тоже имиджево потом сказать, что, нет, вы знаете, мы там не со штабом каким-нибудь, вы не подумайте. Спасибо. Действительно, по поводу городов, для релокации, это интересная мысль, когда, да, ты переезжаешь в Вильнюс и не под уковом потом не докажешь, что ты не переехал работать в штаб Тихановской, да, и, 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 что-то пропустил, но уже, уже поздно, теперь надо будет учиться и говорить что-то другое. Это никто не знает, поэтому можно говорить как угодно. А, тогда ладно, тогда ладно, ладно, тогда думал, что, может быть, у него не было многолетних просчетов, оказывается нормально. Да, будем творог и творог, берог и берог. Хорошо. Ну, тем не менее, конечно, да, если с этим хорошо, то в остальном с хорошей новостями есть вопросы. Наверное, еще по поводу штабов, в принципе, обсудили. Давайте тогда тронем опять раз, что Катерина снова хорошо в своих последних словах затрагивает, переходит к следующему вопросу. По поводу по поводу релокации, может быть, уже релокация в определенный город будет вызывать подозрение, что эксперт теперь может быть аффилирован с политическим штабом, связанным с этим городом. К чему, в принципе, это может привести? Потому что раньше, по крайней мере, может быть, у меня субъективно, было, в общем, за отдельными исключениями вроде присутствующего здесь регора, за отдельными исключениями мне все-таки была очень заметная разница между теми аналитическими концентрами, аналитиками, кто физически присутствовал в Беларуси и теми, кто, в общем, достаточно давно уже не в Беларуси. Это было часто, в общем, можно было определить вполне по тому, как они говорят и пишут, даже не зная их локации. Ну и, очевидно, это такой, на мой взгляд, безлишний фактор. Все-таки в анализ не должны вмешиваться физический экспертизит. Тем не менее, это, на мой взгляд, было, и, наверное, поэтому хочется поговорить о том, как избежать вот этой какой-то радикализации, отрыва от контекста и подумать о том, к чему, в принципе, приведет нынешний кейс, когда вынужденная миграция или локация или еще какие-то слова, как это влияет на экспертное сообщество в целом, когда это будет касаться все-таки не отдельных людей, ну а фактически чуть ли не целых структур и чуть ли не всего экспертного сообщества. Андрей, давай, опять же, начнем. То, что уже упоминали, уже реферирован, в том числе, опыт имеющий, иностранный работа, так как ты все это видишь? Ну, я может еще продолжить дискуссию с Регором, по поводу того, являются ли конкретно исследователи объектом. Я в своей такой оценке скажу исключительно из аргументации, которую можно встретить в старостных медиа, которые используют различного рода аналитики, близкие к власти и даже официальные лица. Они конкретно говорят о том, что вот такие вот экспертные оценки, аналитические оценки, которые производят результаты, ну, с их точки зрения, конечно же, абсолютно идеологизированные результаты исследования, это то, что нужно убрать, потому что оно путает людей, оно неправильно дает основу для решений, в том числе государственных органов, если мы говорим про экономические контенты. Неправильно интерпретирует историю, потому что ее потом влияет на систему образования, внешнюю политику, внешнюю угрозу, например, оппозиции, роль Соединенных Штатов и прочее, прочее, то есть, что они рассматривают как определенную такую идеологическую угрозу. И аргументация в целом идет не то, чтобы здесь приплюсовывать все эти центры к гражданскому обществу, а конкретно бороться с этими людьми, которые производят как бы такое нейтральное знание, которое на самом деле заряжено на то, чтобы менять сознание людей, менять смысл и прочее, прочее, прочее. То есть, это, в общем-то, отстроенная такая модель, она, в общем-то, звучит у нас с весны, с осени 20-го года, поэтому я все-таки считаю, что здесь даже власть достаточно так четко различает последовательные экспертные секторы, просто там, скажем, NGO. Вот. Что касательно городов, место расположения и так далее, ну, наверное, опять же, зависит от того, чем Фунгтенг занимается, или конкретное сообщество занимается. Я, если честно, такую вот уже очень большой проблем в этом не вижу, потому что, например, ну, деятельность политической сферы, она, в общем-то, такой региональный или международный характер имела там последние все 10 лет. То есть, мы проводили мероприятия за пределами страны, что-то проводили в Беларуси, какие-то люди работали вне страны, которые какие-то работали в Беларуси. Вот. Соответственно, там, скажем, ну, я скажу, что даже, в общем-то, качество исследований в отдельных областях, ну, например, возьмем историю, да, вот даже не будем там привязываться к там, политике или экономике, но здесь, например, история. Ну, по большому счету, эта дисциплина истории Беларуси, я имею в виду, да, это направление, оно, во многом определяется теми людьми, которые работают за пределами. Прежде всего, конечно, больше, но там не только, там, это и Германия, там, или два, там, и прочее, прочее, да. И, в общем-то, можно так себе предполагать, да, что вот власти, не знаю, там, изгнав еще какое-то количество историков, ну, что сейчас тоже, кстати, происходит, да, и страны как-то повлияют в итоге на развитие дисциплины. мне как-то сложно себе представить как, да, потому что коэффициентные кадры, которые производят знания в этой области, они его будут производить и за пределами. Тем более, что, ну, там, скажем, доступ к архивам белорусским можно потерять, но можно открыть там доступ к архивам, которые находятся там в Варшаве, в Вильнюсе, что также очень-очень-то важно, да, для этого направления. если возьмем политику, опять же, не экономику, да, я про нее тут не хотел бы говорить, то, ну, фактом было то, что в основном мы анализировали и анализируем, да, этот феномен, исходя из открытых источников. Ну, большинство, наверное, в нашем поле так и делало, да, говорить о том, что было бы много исследований, особенно на каких-то инсайтах государственными органами, либо там, скажем, на каких-то интервью, возможности там интервью проводить массовое с госчиновниками и так далее. То есть, какие-то методы, которые именно важны на Земле. Ну, в общем-то, это было, но в целом, в целом массиве исследований все-таки занимало небольшой характер. Может быть, такой ежедневной аналитики, этого было больше, или там, скажем, политической журналистики, но, опять же, мне не кажется, что это создавало какой-то такой вот прям мейнстрим, да, и что люди, которые находятся вне Беларуси, ну, уже очень сильно, ну, опять же, если они там не начнут отрываться от контекста, если все равно не будут читать беларусские источники, общаться с другими коллегами, что они сильно отрываются, да, или что они там, скажем, автоматически как бы вот что-то там очень серьезное теряют. тем более, опять же, если посмотреть по количеству исследований, в том числе, да, и беларусской внешней политики и так далее, очень много делали здесь, они и внешними центрами, то есть не беларусскими. То же самое можно говорить и про исследования беларусского общества, ну, и многим другим направлением. Поэтому, ну, я бы сказал так, что, в общем-то, наверное, конечно, это есть серьезная проблема, конечно, это серьезный вызов, но в целом наука уже давно интернациональная и она не так сильно связана с местом, как это было там, я не знаю, в 19-м либо в 20-м веке. Поэтому, ну, в своей основе эти проблемы решаемы, в том числе просто через переспределение ролей между теми людьми, которые просто собирают информацию и теми людьми, которые эту информацию анализируют и презентируют широкой общественности. Очевидно, что вот именно последние две роли, они являются наиболее такими уязвимыми и именно они связаны с каким-то угрозами безопасности внутри страны. В то время, как вот работа просто там с датами или сбор информации, особенно по открытым источникам, ну это в общем-то не то, что является какой-то проблемой, ну по крайней мере даже на данном этапе репрессий, как они происходят. Поэтому да, ну чтобы уже заканчивать, скажу, что конечно это есть определенный вызов, но мне кажется, что при современных условиях развития коммуникации и методов исследования и вообще международной академической сферы большинство этих вызовов они в общем-то могут быть устранены или каким-то образом найден быть ответ на эти вызовы без какого-то существенного ухудшения качества исследовательских материалов. Спасибо, Андрей. Хочется верить в такую оптимистичную версию, как сейчас предложил. Наталья, насколько согласна с Андреем, насколько можно эту часть анализа и презентации вынести из Белоруссии, ничего не потеряв? И как действительно избегать от этого отрыва от контекста? Не считать на тактении белорусских не погружаться или каким образом? Есть определенная проблема, конечно, потому что одно дело, если брать какую-нибудь статистику с сайта Билстата, ее анализировать, строить модели и графики, хотя и то есть вопрос с ее качеством, может быть, или не вся статистика есть в открытом доступе, некоторые по запросу предоставить. Если работать с качественными методами, работать с фокус-группами, с интервью, то это все, конечно, делается онлайн, но мы чувствуем это, конечно, немножко не то. Для вот такого рода исследований, конечно, идеально было бы быть прямо самому в той среде, которую ты изучаешь. Однако, да, современные средства помогают, позволяют делать это за пределы страны, тем более мы их во время пандемии использовали такие же методы и используем. Ну, в общем, есть опасность отрыва от контекста. Каким образом ее преодолеть, это мне пока что самой не очень понятно, потому что есть, понимаете, такие всякие невещественные вещи, типа там сайт-гайста, духа какого-то, который где-то там витает и который ты впитываешь, хоть это наверное и научно с точки зрения каких-то коллег. Но я считаю, что гораздо лучше быть в стране, изучая общество, нежели за ее пределами. Будем делать то, что возможно. Спасибо. Вот так у нас от оптимистичного спича Андрея до вот такого не очень оптимистичного спича своего. Ну что, конечно, передавать слово Регору, у меня есть ощущение, что сейчас сперва продолжит немножко продолжение спора с Андреем, но потом все-таки Регорр как раз от тебя-то особенно хотелось бы услышать какие-то практические советы, как не отрываться от контекста, потому что, опять же, мне субъективно кажется, хотя ты физически совсем мало времени проводил в Беларуси последние годы, но при этом на мой взгляд как раз не отрываясь от контекста, это хороший пример, как многим может быть аналитикам, которые сейчас не в Беларуси, стоило бы этот опыт использовать. Как ты для себя это видишь, насколько сам ты эту проблему считаешь серьезной и как будешь-то? Я думаю, что отрыв от контекста у первого черву уникает конкретно да, я тут нечувайся. Чувай, так, как раз дремка просто. Чувай, добро. Да, да, отрыв от контекста в первую очередь залежит от особы, чем от места знаходжения, бо я бачу удовольствия шмат выкладов, например, в Варшаве, у коей дохи сейчас находится, что есть люди, которые там отрываются, есть люди, которые не отрываются. То, как это, все же таки, я думаю, для некой узкой працы может быть не несет великой шкоды. С пункта гэльжной организации, я думаю, что это безумовно несет шкоду, модель была побудована на вязальной колькости мемств, яке мы ладзили и в Куменску, так и в областных центрах и городах поменьше, и над тем, что мы таким шином сприяли развитию грамотянской спорности Беларуси. И там просовнивать... Пропадает, пропадает у нас двор. Может, тогда Рогор всегда не с нами, может, тогда переключиться и продолжим дальше. Раз пока Рогора не слышу, пока его не слышим, тогда Катерина, какие есть ощущения после декадации организации, насколько есть идеи, что делать с таким риском? Я пока, честно говоря, не вижу рисков для качества нашей аналитики, я не вижу особого влияния вот этого сайт-гейста, да, или еще чего-то. Возможно, мы наоборот даже станем более объективными, потому что будем смотреть на сухие цифры, и тут, в общем, меня больше настораживает то, что этих сухих цифр в открытом доступе становится все меньше, потому что Белстат недавно, например, убрал детализацию по выпуску продукции нефтеперерабатывающей и химической промышленности, да, это после того, как там спрятали всю демографию, действительно, какие-то данные, которые мы раньше заказывали и покупали, сейчас, ну, а кто их будет заказывать, у нас нет юрлица, который может написать этот официальный запрос, вот, есть вопросы, как это все делается, но это, мне кажется, не самая большая проблема, самая большая проблема, мне видится, не качество аналитики, а то, как мы, собственно, эту аналитику будем результаты доносить до наших стейкхолдеров, потому что все способы донесения этой информации, многие из них, в общем-то, сокращаются, обрезаются, начиная, в первую очередь, от независимых СМИ. и тут, мне кажется, есть какая-то возможность, может, нам временно переключиться на международное сообщество, использовать это время пока для укрепления наших связей с международным экспертным сообществом, академическим сообществом, вот, но, опять же, надо думать, как это лучше сделать. Спасибо. Да, спасибо. Действительно, когда я тоже думал в экономике, что-то, казалось бы, да, вот, я почему-то, вроде бы, цифры-то, встата, не отберешь, но, видим, да, можно их отобрать независимо от того, есть ли Белоруссия или не Белоруссия. Вернулся ли к нам Рвор? Рвор, ты с нами? Может быть, не включай камеру, а только голосом? Так, я тут. Ага, давай, ну, может, ты не включаешь камеру так и поедем, принадлежит, послушаем тебя, передаешься на твои фото. Да, я думаю, что наша наибуднейшая проблема была побудована отым, что мы все ж таки рабили вельми шмат працы внутри краины, в разных городах, не только в Менской, в областных центрах, в региональных буйных центрах. И это наша модель, которая была побудована у до коронавирусной эпохи, она все ж таки была знищена отца. И шмат учим наша великая корысть, которую мы ранее приносили, мы теперь приносить уже не можем. Мы, конечно, переналаджуемся на онлайн, але это не приносит того, что было ранее. Безумовно, те летние школы, которые ранее мы рабили, они теперь все ж таки так само проходят в онлайне, но они уже все ж таки мают певные элементы, недохопы, заны там недостатковой колькости нетворкинга и иншых неких таких элементов. Безумовно, в этих речах нам не стоят. З иншого боку, я думаю, что теперь мы будем больше рабить доследований, потому что мы маям уже больше часу теоретично. Натурально, что это час по графике изменяется. Але, в принципе, теоретично мы маем больше часу на доследований, на той, как бы неким шинам их развивать, вось, это на керунок нашей деятельности. Я думаю, что махчима вось, гэта вымушенная эмиграция доса цели колькости наследчика будет спраяясь больше их продуктивности в этом сэнсе, что яны будут меть большая махчимасть для выучения чегости, для написания чегости. Але, это, конечно, все будет залежаться. И последняя речь, конечно, про вымушенную эмиграцию, это, безумовно, створение больших главных механизмов керования организации. Чтобы, когда организация мает достаточно великую колькость чольцов, которые находятся в ее разных статусах, как люди, которые там працуют, люди, которые там часто приходят нечто сделать, такие ассоциированные эксперты. И когда это еще люди находятся в разных кутках света, это все-таки створает такую складанную структуру для керования. кем шином ее керовать, это так сам является великим выкликом. Уже не кажучи про моменты просто техничные заробки переразмерковывать между разными краинами, которые формально мы вымышны не кем вырошать. Дякую. Ты можешь нечто додать с правды нечто совместных лайфхаков, как не отрываться от контекста. В твоем выпадке как было не погружаться в польскую политику, англійськую политику, а быть фокусованным на Беларуси. Это правда? что? Это время доброго отриваться? Может тебе есть нечто в чем выхлотки не сутыкався и находят решения? Я думаю, что основной это была сопротивление с экспертом, которые находятся внутри краины. Теперь мы это избавлены. Мы все будем вымышны в этом ступени жить, что мы будем жить в конкурозных контекстах. Я думаю, что по великим рахунку это отрыв от контекста и он очень залежит от конкретных людей. Когда люди осведомляют, как процесс информационного поля, они осведомляют алгоритмы информационного поля, которые в него происходят, то они лучше и лучше понимают, каким образом им нужно мкнуться до того, чтобы не быть опасными и не отрываться от контекста. на этом все. Прием. Прием. Спасибо. Может быть, конечно, то, что зависит от человека, это, конечно, всегда вдохновляет. Может быть, потому, что мы не всегда как-то консуристы людям излишне оптимистично оцениваем свои способности и вообще тенденции. Но, тем не менее, я бы еще, может быть, хотел обратиться. Я вижу, что у нас сегодня среди гостей есть много людей, которые тоже представляют антизийское сообщество и тоже проходят сейчас за границей. Вот я видел Валерия Ивановича Трубалевича и Артем Шрайман у нас здесь аватарка мелькала. Может, кто-то еще тех, кого лучше видит с большого монитора. Если Валерия Ивановича, когда вам пришлось уехать, для меня это во многом не знаю, каких других, но лично для меня тоже был такой серьезный сигнал, что есть уже Валерия Иванович уехал, значит, это очень серьезно повлияло на экспертное сообщество. Как вы теперь, во-первых, рад вас видеть, и как вы теперь для себя это оцениваете? Насколько это был удар по экспертам, зацепило, что называется, рикошет со всем гражданским обществом, а насколько это индивидуально сфокусировано? И что теперь Статин делает, чтобы продолжать работу? Спасибо, Вадим. Я тоже рад всех видеть. Я только недавно, на днях, переехал в другую страну, поэтому пока только, только адаптируюсь, и пока мне сложно говорить о том, насколько из-за границы трудно, труднее комментировать политические процессы в самой динамичности. Ну, я думаю, что это не есть самая главная проблема. В эпоху интернета, если речь идет о гуманитарных исследованиях, в принципе, граница, заграница, другая страна мало влияет на качество. Поэтому, да, действительно, эпоха интернета радикально поменяла ситуацию гуманитарной науки, и тут я не думаю, что есть какие-то серьезные исследовательские проблемы. Тут есть, конечно, большие проблемы психологические. Вот, как адаптироваться к новым условиям, как это все воспринимать. Вот, и пока количество, скажем так, средств массовой информации, которые обращаются за комментарием, не уменьшилось, и это тоже важно, и поэтому я думаю, что пока это мало повлияло, и думаю, что не повлияет весь процесс белорусской аналитики, весь процесс оценки ситуации в стране. Спасибо, Валерий Иванович. А что насчет того, насколько это был сконцатирован удар по аналитическому сообществу, а насколько это рикошет от журналистов, от гражданской организации в целом, с точки диалога между Иргором и Андреем, как вам кажется, где, на ваш взгляд, ближе истина? Я думаю, что тут в какой-то мере проводят и другие. Если читать руководщиков советской Беларуси, то там он по экспертам проходится очень регулярно, очень стабильно и как бы вот так систематично. Другое дело, насколько КГБ считает советскую Беларуси и насколько она действует в полном соответствии с теми тезисами, которые высказывали условно говоря Букововщи. У меня нет впечатления, что это делается очень синхронно и очень так сказать системно. У меня такое впечатление, что тут действует какая-то немножко другая логика. Вот кого берут, кого не берут, за кем пришли, за кем не пришли. Пока я вот тут полноценной понятной всем логики не вижу. Там наверное решает либо один человек, либо узкий круг людей, исходя из своих представлений, приоритетов и своего видения угроз. Скорее это более важно, чем позиция тех же идеологов в той же идеологической обстоятельности. Спасибо, спасибо, Валерий Иванович. Антон, кого мы еще видим из экспертного сообщества в чате, Артем Шрайбан, Артем, если ты тут поделись, как она тут некоторое время провела бы в Украине, как, на тот взгляд, это сказалось на твоей работе и что я теперь с этим готов делать и надо ли нам всем с этим что-то делать или может быть все действительно в блоке интернета и нормально. Спасибо большое, Вадим. В моем случае я из тех везунчиков, у кого дистанционная работа, я знаю, что многие люди может быть не в аналитической среде, но в журналистской среде, они привязаны к месту, потому что освещать события надо с земли часто, особенно если ты, например, фотограф или репортажник, да, аналитикам в этом смысле легче, но я не думаю, скажем так, есть два абсолютно реальных когнитивных искажения, которые, мне кажется, будут на нас всех выехавших из Беларуси так или иначе влиять, в разной степени. Первое, это особенно тех, кто анализирует политику, мне кажется, у иммигрантов всегда, или у выехавших вынужденных людей, всегда есть склонность переоценивать политизацию общества, и я это вижу по людям, которые, например, находятся в оппозиционных штабах, да, они выехали на какой-то точке политизации, и они экстраполируют ее на сегодняшний день, считая, что сегодня белорусское общество примерно вот в той же фазе заряженности, как и когда они уехали, и это ошибка, и это сложно чувствовать из-за рубежа, и это, и глаз сбивается, когда ты не видишь реальное общество, не общаешься с реальными людьми, не ходишь на реальных улицах, страны, в которой ты, которую ты анализируешь. И второе когнитивное искажение, это такое wishful thinking, это когда люди, мы все люди, да, и мы все хотим вернуться, выехавшие аналитики в том числе, и я думаю, что у некоторых людей это может влиять на, не знаю, что ли, стиль качества аналитики в сторону того, что подтягиваться будут факты и события под наше желание вернуться, и, соответственно, какие-то вещи сознание будет отбрасывать, какие-то, наоборот, воспринимать гиперболизированно. Но это все, мне кажется, не перевешивает очень важного другого аргумента, что в Беларуси пространства, особенно для публичной аналитики, осталось очень мало, и работать и жить в страхе ежедневном, оно может быть для качества продукта аналитического еще хуже, чем то, что я описал выше, поэтому просто, учитывая, какие у нас есть альтернативы, я не думаю, что здесь стоит как-то страдать, у нас и выбора большого нет, то есть анализировать из СИЗО хуже, чем анализировать из Киева, Вильнюса или Варшавы. Вот так как далеко вы готовы пойти в включенном наблюдении. Ну да, 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 верно, и эксперименты. Ну да, эксперименты в включенном наблюдении, конечно, соискованное дело, я тут недавно видел некоторые, не знаю, про одно смысл можно делиться, вообще, не буду даваться в деталях информацию, которую там, наверное, давай, Антон, сделаем узор рекорд с этим хаосом и выключим запись временно включать. Запись? Не знаю, что там юридически может было делиться, да. Наверное, Антон, есть ли, есть у нас еще кто-то из экспертного сообщества, кого мы видим на экране, или, в принципе, может быть, кто-то сам хотел бы обозначить, есть что к этой теме добавить, или задать какие-то вопросы. Я вот тоже вижу, что у нас в чате было несколько вопросов, давайте, может, тогда еще будем передавать вопросы и какие-то комментарии, включения тех, кто там уехал, тех, кто не уехал, с какими-то мыслями на этот счет поделиться. Ну, нет, экспертов я вижу как бы достаточно большое количество. Вопрос, насколько они хотят высказаться, пожалуйста, эксперты, если вы хотите высказывайтесь. Давай, может быть, тогда вопрос из чата зачитаю я. Даниэль Круцина спрашивает вопрос всем, что может сделать международное сообщество и есть ли потребность в специализированной программе релокации для сектора неправительственных организаций и что вообще может быть сделано снаружи? Хороший вопрос, спасибо, Даниэль. Может, попробуем когда в том же порядке, как выступали Андрея, как ты думаешь, нужна ли отдельная программа релокации или если не она или не только она, то что еще было бы полезно? Я думаю, такой вопрос скорее риторический, конечно, нужна, но вопрос в каком формате и механизме. Раз люди уже и так начали релокцироваться, раз люди и так выезжали, конечно, желательно было бы сделать этот процесс более устойчивым, может быть, чтобы не было каких-то кадровых потерь в существенных результате этого всего, но программа релокации была бы хороша. Но мне кажется, тут вопрос даже не только в этом, потому что релокация это только переезд, значит, когда все равно краткосрочная вещь, вопрос в том, насколько, скажем, уже в новом формате аналитические центры сельские могут устойчиво функционировать, а для этого нужно что-то более чем просто программа релокации или помощь, значит, нужно развивать сотрудничество с новыми стейкхолдерами какими-то, это значит, что, наверное, желательно устанавливать контакты с университетами, которые бы давали дополнительную устойчивость в новой ситуации и так далее. То есть, в общем-то, опять же, чтобы это было устойчиво и не так сильно зависело от конъюнктуры, необходима и такая существенная диверсификация, развитие сотрудничества с региональными исследовательскими центрами, международными. Немного поэта Катерина говорила, что это, в общем-то, один из выходов это интеграция международного сообщества исследователей и думаю, что выход как раз-таки был бы скорее вот в этом, чем в просто какой-то краткосрочной программе релокации, хотя, конечно, она бы не помешала этой задачи. Ну, это действительно интересная мысль, потому что мы реализировались в разные места, но, возможно, это действительно хороший повод задуматься в том числе о сотрудничестве и с местными сентябрянками, возможно, это более тесно, может, принесет какую-то пользу, не знаю, может быть, и новое дыхание, не знаю, белорусский опыт, будет больше возможностей на этот разный опыт посмотреть. Наталья, какие мысли, насколько вот такое сотрудничество, оно было бы, может, полезным, может, действительно, это новая возможность, которую мы пока на фоне всеобщего ужаса происходящего не так видим, или какие-то еще, кажется, были бы эффективные механизмы государственной поддержки? Там Андрей Егоров в комментариях все правильно пишет, что нужно то, что и всегда институциональная поддержка. Институциональная, то есть не проектная, а просто на то, чтобы организации имели деньги на инфраструктуру, на поддержание себя, даже если не выдавать сейчас на гора каких-то продуктов, поддержание себя в жизнеспособном, работоспособном состоянии. и в спокойном состоянии, нормальном, с какими-то понятными перспективами, даже если они не очень кому-то нравятся или отличаются от желаемых, уже может задумываться о взаимодействии с международными организациями, с местными организациями, с каких-то новых перспективах, новых возможностей, которые открываются, участия в каких-то консорциумах и международных проектах. Это, да, такая возможность, которая не может вызвать проблемы. Спасибо. Я действительно и про взрослые сотрудничества поговорил, и, конечно, с Андреем Тегуром насчет такого институционального сотрудничества не найдется представителей институциональных организаций, которые выступили бы против. Нужно только поддержать. Спасибо. Кстати, если на связи, если что-то еще добавить, нужно тоже голосом включиться, будем только за. Сейчас, наверное, ревор, ревор, как ты думаешь, какая местородная поддержка помогла бы. Ревор у нас не на связи, это просто задержка, как обычно была. я, по-моему, ревору пока не вижу. Если ревору пока не слышно, тогда, Катерина, какие тоже насчет сотрудничества и денег. Есть еще какие-то независимые инструменты, которые обсуждали даже? Я поддержу коллег про институциональную поддержку. У нас нам повезло, у нас есть институциональная поддержка от СИДы, и это нам помогает в этот нелегкий момент хотя бы что-то постоянное иметь в жизни, знать, что вот у нас есть хотя бы какая-то опора. И самая главная задача, я думаю, для всех сейчас это не растерять экспертизу или банально не растерять людей, которые в общем-то могут решить, что ну а зачем им это низкооплачиваемая работа, которая теперь еще и там отдачи так много не дает, потому что мы далеко от стейкхолдеров и вынуждены уехать из родной страны и так далее. Ну в общем было бы хорошо этих людей поддержать, дать им видение какого-то развития, вот это в частности через сотрудничество с международными организациями, может сделать какие-то программы стажировок, которые уже, я знаю, несколько запущены, которые были бы интересны сейчас белорусским исследователям, раз уж мы все равно не в стране, и возможно просто вот мы знаем в какие локации большинство аналитиков и НГО релацируется, возможно в этих локациях создавать какие-то центры поддержки, да, я думаю вот в этом направлении можно работать. интересная мысль по центрам поддержки в тех местах, куда уже фактически релацируются, а какие есть представления, как бы этот центр должен выглядеть, это условно какие-то, не знаю, каворкинги для сингтенкеров, или это какие-то ресурсные центры, или каким образом, что мне кажется, интересная мысль, это было бы хорошо развиться. Я думаю, что надо как бы, я сейчас не готова ответить прямо на этот вопрос, да, начиная от того, что вначале надо, наверное, всем помочь обустроиться на новом месте, да, то есть у всех есть проблема начиная от документов, заканчивая офисами и так далее, то есть было бы хорошо, если бы был вот просто каворкинг на первое время на самом деле, да, и потом уже глядя на то комьюнити, которая там образуется, из его нужд можно понять, что больше нужно и сделать соответствующий проект, но надо, чтобы кто-то начал это делать. Ну что, имагуру сделать в общем везде. Ну, кстати, да, мне кажется, действительно, это интересно, если, по крайней мере, создавать так каворкинги с обществом для аналитиков в тех местах, куда обычно релассируются, а дальше, да, действительно, правильно, в комьюнити вместе думать, мне кажется, это и не звучало, и во многом это будет актуально в том плане, что это очень такое, кажется, опять же, существование поддержки, весьма такой конкретный проект, понятно, в проекте, что можно делать, чтобы сработало. Хорошо, Антон, есть ли у нас еще какие-то вопросы, я вижу, там что-то пишут, но по вопросам. там такая дискуссия про стратегию того, что происходит между Максом Дмитрюком и Артемом Шайбаном, вот, ну не знаю, возможно, в этом дискуссии вынесем из чата, потому что, видео у нас есть, и не сохранится, такой вопрос, и может быть, и Артем что-то прокомментирует, раз на там что-то отвечает, я сфеклона не вижу, и может быть, еще кто-то что-то добавит к этому поводу. Тогда Антон попросил бы начислять, в чем был вопрос, и Артем, если можно, дискуссию тоже в видео. Ну хорошо, вопрос от Макса Дмитрюка, довольно длинный. Можно ли сказать, что стратегически происходит вот что, зачищают пространство для Гонго, закрывают НКО и замещают их лояльными структурами, а потом собираются выпустить политзаключенных и смягчить санкции. Но пространство уже занято, и все, кого выпустили, под надзором и запретом заниматься прежней деятельностью. Возможно, Артем, ты хочешь ответить на это вот видео, чтобы это попало к нам. Я не уверен, что эта дискуссия прям всем так дичайше интересна, но я просто не считаю, что возможно это сделать, вот такие сложные схемы по замещению лояльными структурами, потому что аналитически другие сингтанки и другие из НКО, они работают для кого-то, они работают для своих, не знаю, потребителей информации, стейкхолдеров, доноров, как угодно, но эти все субъекты не купятся на фальшивку и не начнут эту фальшивку поддерживать, поэтому я просто не понимаю, какое пространство можно занять, даже не рынок продажи там, я не знаю, огурцов, которые можно одних конкурентов вытеснить, а вторых завести на рынок. Ну да, мне кажется, с того, что Артем говорит, тут нет противоречия, тот факт, что цель малонастяжима, в принципе, мне кажется, особенно не отменяет того, что в принципе вполне может и двигаться безуспешно. А где же у Андрея Казакевича поднятую руку? Ну да, я просто добавил, что на самом деле, я думаю, они считают, что они в состоянии зачистить этот экспертный, это существующее экспертное поле и заменить его своими, то есть государственные структуры, которые уже есть, такие там Академии наук и так далее, плюс новый пул экспертов провластных, которые еще там создают свои какие-то финтенки, и так далее, и подобное. Так что, скорее всего, двигаться мы будем как-то в этом направлении. Но я также считаю, что, в общем-то, это будет очень сложно реализовать, если вообще возможно. И вопрос даже не только стейкхолдер, что просто, ну, для этого нужно определенные две вещи минимум, то есть это какой-то интеллектуальный потенциал, то есть какие-то люди, которые бы это делали, причем делали на нужном уровне, в отдельных сегментах, достаточно узких часто, в том смысле, что там сообщество, скажем, на всю Беларусь может быть 15 человек по отдельным направлениям, и найти там тут людей, которые особенно работают и качественно, да еще и публично, и так далее, мне кажется, будет практически невозможно. И второй момент это то, что для такой работы очень часто нужна все-таки какая-то свобода, нужна какая-то пространство для творчества, как бы, да, мы видим, что в той модели, которая сейчас устраивается, этого нет, то есть, там можно только быть полностью исполнителем воли, ловить, предугадывать то, что хочет власть, в таких условиях все-таки что-то создать интересное и привлекательное очень-очень сложно, поэтому, скорее всего, они этого хотят и будут что-то в этом направлении делать, ну, кое-что они уже сделали, там, можно сказать, за последний год, но вряд ли это, конечно, удастся, именно потому, что не хватит ни ресурсов, ни, скажем так, пространства, которого они будут давать для этих интентов, будет слишком узкая, да, с политической точки зрения, чтобы действительно развиваться и быть, ну, быть интересным, скажем, для широкой публики. Ну, мне кажется, да, это очень важная дискуссия, в том числе, для того, чтобы, может быть, некоторые надежды для тех, кто думает, что это так просто сделать, все-таки обозначить, обозначить, что это далеко не так просто, как мне кажется. Может, кто-то хотел бы тут что-то добавить, насчет того, насколько это реалистичные сценарии. Я бы хотела добавить, что, в общем-то, посмотрите, они даже СМИ не могут заменить, уже сколько времени прошло с августа, и все попытки пока порождают только какую-то такую достаточно нелепую пропаганду. заменить аналитические заменить аналитические центры, ну, я просто знаю, по Бироку у нас самая большая проблема всегда, самая остростоящая, это где найти толковых людей, аналитиков, да, и вот мы их нашли, они у нас есть. Каким образом БСИ за какие-то полгода, год сможет сделать что-то друг, ну, подобного уровня, я не представляю, пока все, что они могли делать, оно не пользовалось спросом даже со стороны государственных стейкхолдеров. Да, собрать команду экспертов, это, конечно, сложнее, чем у нашего института просто украсть время и подумать, что так это все и работает. Но это вместе с каждым делом. Скорее, это обычно работает в юмористической ситуации, когда мы сталкиваемся, когда на адрес нашего института пишут, с восточного вектора организации, думая, что они обращаются к государству БСИ явно в письме, вынуждены перенаправлять письма, потому что даже по видимости сайта в интернете явно БСИ пока не справится. Уж не будем оцеливать аналитику, но даже с видимостью проблемы есть. Есть ли у нас еще какие-то вопросы в чате или поднятые руки, Антон? Да, есть вопросы в чате Алексей Искевич спрашивает, а есть ли предположение, какая группа может оказаться следующей в этой волне репрессии? И в чем цель репрессии? Ведь они же скорее наоборот подогревают недовольство. Вопрос к следующему, конечно, вопрос на миллион долларов. Давайте попробуем проанализировать, кто может стать следующим и действительно, какова цель. И, кстати, насколько подогревают недовольство, мне тоже кажется, далеко в общем-то. Это значит, что так и есть. Андрей, как тебе кажется, репрессии проигрывают недовольство или действительно запугивают? Ну и, конечно, кто следующий? Андрей? Какая тут проблема с интернетом? Может, ответить вопрос? Насколько репрессии тут только еще больше возглавляются или, может быть, наоборот, это запугивают? Ну и, конечно, кто может быть следующий? Людей в целом, в стране, не, да? Ну, в целом, в стране и в секторе и в целом. Зависит вопрос, как бы уверен, что это априори, как бы, только еще больше из них людей, а может и нет, как ты видишь. Андрей, тебя тоже не слышно, как Регора, давай попробуем, может быть, тоже отключить камеру, все выслушать и будем нормально. Конечно, слушайся. очень плохо, на самом деле, слышно. Давайте, может, попробуем кто-то другой. Андрей, может быть, наладится со временем связь? У кого связь, ты можешь? Да, Катерина, спасибо. Давайте я только по части вопроса попробую еще раз сказать то, что я уже много раз говорила, что, скорее всего, это волна репрессий, это ответ на санкции, то, о чем нас, в общем-то, открыто предупреждали, что если будут санкции, будут громить гражданское общество, потому что, ну, экономического ответа на санкции у нас нет. Вот. Иногда кажется, что следующим может стать бизнес, особенно тот, который проявил какую-то нелояльность. но мне кажется, есть мощные, ну, вот эта экономическая стабильность, которая сейчас вроде как есть, это единственное стабильное нечто, что есть у сегодняшней власти, и мне кажется, что желание эту экономику хоть как-то сберечь, оно превзойдет. Желание репрессировать тех бизнесменов, которые осенью выходили на протесты, да, но, опять же, легко мне сейчас недооценить желание выстрелить себе в ногу в очередной раз, просто чтобы отомстить. Может, кто-то не из спикеров хочет ответить на этот вопрос? Может, Андрей Егоров, может, Артем Шрайбин, может, Сергей Чалый. Татьяна Щецова, Юрий Дракохруст. у нас прекрасная сегодня аудитория. Или, может быть, кто-то из спикеров, не знаю, Андрей, кто-то на связи у нас? со связью проблемой не меньше, чем с репрессиями, потому что день государственного общества, можно сказать. на самом деле, если у нас связи со спикерами нет, в какой-то момент можно постепенно и заканчивать, потому что за отсутствием возможности общаться можно только ждать подаладца интернет. Или, может, есть еще вопросы в чате, на которые может ответить Катерина, поскольку с Катериной связь хорошая. Ну, а есть такой вопрос в чате. Какая помощь может понадобиться гражданскому обществу от корпоративных пробоно-юристов из международных юридических фирм? Ну, вот, да, Наталья, в общем-то, написала про ликвидацию и, учитывая, что фирмы международные, возможно, многим НГО понадобится консультация по поводу того, как организовать работу в других странах, да, каким образом открыть там юрлицо, трудоустроить своих аналитиков и так далее. Так что, спасибо большое за этот вопрос. Это ценная помощь была бы. Хорошо. Тогда есть ли у нас еще вопросы или есть ли у нас еще спикеры, которые на связи с хорошим интернетом? Ну, если нет, то, в принципе, мы достаточно много и сегодня вполне вполне успели обсудить. Я уже не знаю, хотя, хотя с одной стороны, сама ситуация выглядит, прямо скажем, не очень оптимистично. И уж точно и аресты, и погромы, и вынужденные релокации, это точно не то, чего экспертное сообщество планировало и хотело в чем оказаться. но, с другой стороны, видимо, и новые какие-то возможности для сотрудничества мы здесь потенциально обсудили. И, может быть, удар с точки зрения приостановки работы или отрыва от контекста, может быть, угроза действительно и преувеличена по сравнению с тем, что можно было ожидать. Это может быть вполне, в конце концов, кто, если не аналитики с этим все могут справиться. Ну что, Антон, если у нас ни спикеров, ни вопросов не появилось, тогда можем постепенно со всеми заканчивать и прощаться. Поэтому еще раз спасибо всем, кто в нашей сегодняшней дискуссии участие принимал. Отдельно передам спасибо всем тем, кто принимал, но из-за проблем с интернетом не смог остаться в эфире до конца. И, безусловно, отдельно все наши слова поддержки всем тем коллегам, которые находятся за решеткой, и Татьяна Кузина, и Валерия Костюгова. Мы, конечно, обязательно будем продолжать все наши дела, всю нашу работу, экспертно-аналитические клубы в частности, и вообще работу экспертного сообщества в целом, в том числе для того, чтобы все те, кто сейчас находится в тяжелой ситуации, могли потом обязательно, еще скоро вернуться, и вернуться не выжженное поле, а максимально поддержанное в том числе в новых условиях. Поэтому спасибо всем, и будем работать, и будем оставаться на связи. Субтитры создавал DimaTorzok